На смену госслужбы по вопросам Крыма приходит новое министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Законопроект о создании такого министерства был зарегистрирован еще два года назад, но правительство не поддержало его и сформировало неэффективную госслужбу. Об этом заявляют представители общественного сообщества, Координационный союз организации вынужденных переселенцев из Крыма. Прошлый состав Кабмина на протяжении двух лет принял ряд постановлений. которые ущемляют права крымчан. В частности, были ограничены права украинских граждан на адвокатскую помощь в Крыму. Сейчас там могут работать только российские адвокаты. Также есть ограничения касательно порядка въезда на оккупированную территорию граждан Украины. Но это еще не самое страшное, сообщила Скрипник. «Найбільш гучна постанова 10.35, которая была как раз наприкінці того уряду. И вона суттєва, и взагалі не зрозуміло, навіщо обмежило не лише перетин товаров. Тобто на сегодня это очень короткий перелик, и вы не можете много товаров и продуктов харчувания провести. Также вы не можете провести особистые вещи. Например, если вы хотите выехать из Крыма, вы хотите переезжать на подконтрольную Украину территорию через переследование, другие подставки, вы просто не сможете даже полностью вывезти свое мясо». Общественные деятели будут пытаться изменить ситуацию при помощи новосозданного министерства. Первое, которое касается статуса нерезидента, как раз сейчас министерство имеет возможность вплинить на эту ситуацию, изменить или вообще скасовать закон, который соперечит Конституции про свободную экономическую зону. И все же таки добиться того, чтобы мы больше не могли этого статуса, принизливого дискриминационного статуса нерезидента. Члены Координационного союза Организации вынужденных переселенцев из Крыма призывают Меджлис Крымско-Татарского народа и общественников сесть за стол переговоров и вместе попытаться повлиять на деятельность нового состава Кабмина.